Для того, чтобы победить эти болезни, первое, рано выявить, когда нет осложнений. Колька этого никогда не сделает. Колька не выходит в пациент. На кольку пациент поступает с осложнением. И второе, это заставить людей, я уже другого слова просто подобрать не могу, потому что у нас все лечатся почему-то какими-то народными методиками. То водкой с маслом, то еще чем-то. Заставить людей, первое, отказаться от редких привычек. И второе, по-жизни-но принимать препараты, которые входят в стандарт лечения. По-жизни-но. Таблетки от давления надо пить не тогда, когда у вас голова заболела, а каждый божий день. И радоваться, что у вас хорошее давление. А не так, что у меня давление хорошее, теперь ничего пить не буду. В следующий раз в больницу поступите. Поэтому еще раз говорю. У нас койт даже сейчас больше, чем в Российской Федерации. Но они абсолютно не лечат. 90% успеха это рано выявить и пожизненно нормально лечить. Не на койт. Вы понимаете, мы все любим лечить атеросклероз, напойки, никотинка, капельцы. Никотинки нет ни в одном стандарте лечения ни одной болезни. Ее нет ни в одной стране мира. А мы считаем, что если мы покраснели после капельницы, нам стало хорошо. Понимаете, мы вот в 90-е, 80-е годы, когда активно развивалось вот это лечение капельницей, да, действительно, не было никаких препаратов, потом не было денег что-то закупать, и всем якобы капельницей помогаем. Сейчас современные таблетированные препараты, они в десятки раз эффективнее по усваиваемости, чем эти капельницы. Мы же по-прежнему на одного госпитализированного покупаем, вот на другую госпитализацию, среднего, покупаем ведро без раствора. И льем все вам вредно, потому что вы к этому привыкли. И не понимаем, что это мы просто человеком топим. Оно не нужно никому. То же самое касается онкологии. Понимаете, у нас большая проблема запущенной с онкологией. Как стационар может с этим исправиться? Никак. Вот доктор, он сидит в стационаре, ему вообще не интересно, что происходит в проекте. Вот человеку плохо стал, он там загнулся, какое-то, с вами случилось, его привезут, он его полечит. И дальше он опять у них забыл. Пока мы будем половину наших онкологических заболеваний выявлять в запущенной стадии, вот третью, четвертую стадию онкологии, как бы это не кончуственно звучало, лечить абсолютно бесполезно. Лечить абсолютно бесполезно, исход будет один. Его можно отсрочить максимум на полгода. А вот если мы обнаружим это заболевание на первой стадии, чем и должна заниматься поликлиника, и тот же фельдшер на папе, он не уколы должен делать, он профосмотр должен проводить. Тогда мы эту ситуацию сдвинем. Пока мы не справимся с проблемой алкоголизации населения. Вы понимаете, у нас, мы отслеживаем смерть утроспособных жителей. У нас доходит до того, что, вот я помню один из случаев Белого-Слунинского района, когда 30-летний молодой человек на фоне 7-дневного запоя, а он страдал с сахарно-диалетом, не принимал 7 дней инсулина. Он погиб. Он просто погиб. Вот с этим это надо бороться. Причем тут койки. Койки, они должны быть направлены не на то, чтобы полежать, пока, а на то, чтобы реально лечить. У меня вопрос департамент. Первое. При реконструкции нашей больницы мы с прокуратурой расстраивали на том, чтобы был в поликлинике установлен признание. И это было прописано в этом проекте. Но, когда реально, значит, работы явились, значит, все это выбрали и якобы по инициативе департамента. Вот это первое. Второе. Очень трудно было попасть специалистам в области. Вот было несколько таких обращений, значит, заявлений ко мне и прочее. Значит, чтобы записаться, допустим, к антиохирургу, приходят в этот раз, говорят, в следующий раз приберите, в следующий раз приберите. Итак, раз пять, и все, нет места. Тогда я, говорит, взяла и пошла, значит, поехала на платный прием. Прихожу, и с врачом он говорит, у меня каждый день вместо 21 приема, значит, 7-8 до десятка приемов отсутствует. И в то же время, как на железной дороге, билетов нет на поезд, а поезд идет в порожник. Значит, вот этот вопрос, видимо, как-то он решается не совсем ранее. То ли тут компьютерная программа виновата, то ли еще что-то, но вот такие, кажется, будут. Ваши имя-отчества? Политивный Кифрович. Политивный Кифрович, присядьте, пожалуйста. Ну, я, наверное, со второго вопроса начну. У нас действительно предусмотрена запись к областным специалистам через регистратуру центральной районной больницы. То есть, если ваш доктор определил, что вам требуется конфликтация того же самого ангиохирурга, неважно, какого специалиста, он вам дает соответствующее заключение, и регистратор должен вас записать к соответствующему специалисту. Потому что открытой записи к этим специалистам у нас для граждан не выложено. Есть определенный порядок направления к ним. Если возникает ситуация, вот опять же, вы пришли, регистратор в вашем присутствии не смог вас записать. Вот как я вижу эту ситуацию. Значит, регистратор должен взять ваш контактный телефон, в течение рабочего дня вас записать, и, соответственно, вас просто по телефону уведомить, в какое время вы должны приблить. Если возникает проблема с той же самой электронной регистраторой, уже тут взаимодействие администраторов, я считаю, что пациенты это касаться не должны. То есть, вот у вас есть направление к ангиохирургу, задача вашей поликлиники в течение рабочего дня осуществить эту запись. Либо в вашем присутствии, либо до конца рабочего дня информировать вас по телефону. Если этого не происходит, Игорь Федорович услышал ваши пожелания, я думаю, что эта ситуация будет отработана. Тем более, что у нас сейчас во всех учреждениях с 1 августа предусмотрена предварительная запись не на 2 недели вперед, а на 4 недели, то есть на месяц вперед. Действительно, мы сталкивались с какой ситуацией? Когда, например, какая-то районная больница спрашивала пациента, вот вы хотите поехать на консультацию? Да, в какой день? Ну, может, в понедельник, может, во вторник, может, в среду, может, в четверг. И тогда создавались 4 записи одновременно, и, естественно, пациент приезжал только один раз, а остальные записи, они были с одной стороны заняты, а с другой стороны не востребованы. То есть кто-то был лишен вот этой возможности попасть на приемы специалистов. По первому вопросу, вопросу наличия в проекте лифта, вот я честно говорю, что я не располагаю эту информацию, я думаю, что Игорь Федорович прокомментировал, был ли в проекте лифт, и куда он тогда из этого проекта делался. Изначально проектно-смертная документация у нас была сделана на весь, комплекс больничной, поликлинику и стационар, и имелось проект на лифт. Но устройство лифта, это относится у нас к статье реконструкция, а средства выделяются по статье капитальный ремонт. То есть финансировались другие виды работы. Причем у нас проект-то сделан, но без привязки к конкретным помещениям. Пришлось бы разрушать часть стены и часть зданий, что повлекло бы за собой дезорганизацию работы многих кабинетов. нормального пути решения не было найдено. В будущем, если не установлены будут средства на устройство лифта, то будем работать. Но у нас в городе зданий много выше трехэтажных, четырехэтажных, пятиэтажных лифтами ни один не оборудован. Вот если говорить по программе обеспечения доступности медицинской помощи для маломобильных групп граждан, то начали пока с малого сделаны пандусы. Вот это в контрактах предусмотрено и строителями этой споры. Я еще хотел бы сделать два небольших замечания. Первое, то, что касается областной больницы, я могу сказать, что за последние три года количество пациентов консультативных, именно принятых, областной больницы увеличено в более чем в два раза. То есть мы расширяем эту деятельность. Единственное, мы там ограничены в площадях консультативной поликлиники и, соответственно, там загруженности кадров. Но мы в этом заинтересованы, что все, кому есть необходимость, получили эти консультации. Теперь то, что касается по всем желаниям по программе информации. Что тут я должен сказать? Я должен сказать, что когда мы собрали все желания лечебных учреждений, я себе повторю, что 30 лет практически никаких ремонтов в больницах не делалось, то сумма для того, чтобы все отремонтировать по всей области, получилась, как сейчас помним, 11,5 миллиардов. Таких денег у нас, естественно, нет. Нам было выделено 3,5 миллиарда из федерального бюджета, и, соответственно, мы этими деньгами закрывали самые первые необходимые нужды. Вы прекрасно знаете, в каком состоянии был ваш стационар, была ваша полетинника. И могу сказать, что если брать расчеты на одного жителя муниципального образования, то белая холумица получила, наверное, больше всех в Кировской области. Ввиду того, что департамент видел реальное состояние дел в больнице. Но, к сожалению, этих денег не хватило, и не было возможности включить туда в больнице. Но давайте это отложим, когда-нибудь на потом. Еще раз говорю, мы не можем за год, за два, за три профинансировать все то, что не финансировалось десятилетиями. Я 3 августа Василина, инвалид второй группы, третий секунд. И вот у вас, господин Матвеев, в объявлении не было, что вы, не знаю, приезжайте. Но за каждым вашим выступлением я вас затошно снижу, так как я бывший медицинский работник с органелем стажа. И мне небезразлична. Вот судьба нашей больницы, работа врачей и третий персонал, и все, мне все это не рисует. Я травму, и вот как мы в Савковой разили, это самое, в Савюде в Савковой сейчас, как говорят, работали. И как сейчас, реформирование вот это проходит с вашей, это самое, в легкой руки. Вот, вы знаете, персонал районных больниц. Раньше было так. Вот критерий, стационар, вы вот сейчас много сказали, я сижу и говорю, вы лукавите. Кабельницы не помогут, ни в вас не влечат. Тот у вас не влечет, но снимает, есть гипертония, которая хроническая, но есть и гипертонический криз, состояние такое. Так вот, таблетками же этот криз не снизишь, нужна скорая помощь. Я так считаю. И раньше так было. И нужен врач, который может придет и или изменит мне лечение, или что-то добавит. Вот. Я самое, наблюдаюсь у Татьяны Михайловны, и все вопросы, хотя я медицинский работник, я решаюсь с ней. Так, и угреты были, что кто-то по-коммунистически тут высказывается, я не коммунист. Вот. Претензии к алкоголикам, не алкоголикам. Самолечением рекламы не занимаюсь. Но при теперешнем реформировании, вот как я наблюдаю, медицинскому персоналу начну с врачей. Вот вы говорите, отказались от лекарства, чтобы положить в карман 500 рублей в месяц. Я, например, на трачу в это самое, 10 раз больше в месяц, чем на 500 рублей, имея всякие болячки. Я не считаю, что вылечит мою хроническую болезнь, не считая этим. Я не звоню в это самое, чтобы мне зажгли свет или что-то. Есть такие случаи, я согласна с вами. Вот. Но. Вот лекарство это по бесплатному. Один месяц придет из Испании, второй месяц придет из Франции, третий месяц еще оттуда. Аналоги. Что делает врачу? Она же выписывает то, что есть. Назначили. Вот один месяц пропила, лечилась. Вот. Пришло второе. Лекарство это вроде бы мне подошло. Нет этого. Аналоги выписали. Я просыпаюсь ночью, у меня полный орг, у меня разбухли, все развернулись губы, это самое, заполнился, полный рот у меня языка, я задыхаюсь. Хорошо, я медицинский работник, я сразу обратила внимание, и не осталось на этой постели. Вот поэтому, большинство отказывается, потому что, хоть они аналоги, но разных вид, и действия ритмы, конечно, это самое, по-разному. Вот. Сейчас хочу сказать вот врачу, врач у нас учили так, больной заходит, вы на него обращаете внимание, как он согнулся, морщится, смеется, промает. Сейчас врач, ему стоит отведено время, она приняла этого самого, ей надо, там уже очередь, ей надо уже, там, еще карточки объективные, написать то, что он мне говорит. Приходишь к врачу, она быстро принимает все это самое. Время уже, не занимаешь конкретно, говоришь, что приходит. Все, дальше. Вот. Сационарий. Пришлось мне, не со слов, не говори в улице. В прошлом году, я попала в это самое, хирургическое отделение, с закупоркой желчных продуктов. положить меня в руки. Вот. Объективно. Да. Пришла в чутковую врач, все мне назначил, я написала на направлении, вызвала скоро все. Скоро меня он вызвал автоцинар, так как было дневно. В автоцинарии врач меня, ну, это самое, посмотрел, назначил на анализе, хирург. Центр, пока, пока, и тем самым, таскала меня сопровождающие, я уже высунула язык, у меня ничего нет, потому что я не пила даже воды, такой. Я год была. Вот. Потом, все это самое, оформили, идите в отделение. В отделение прихожу, смотрит доктор, говорит, а что ж вам УЗИ? Где УЗИ? УЗИ мне не делали. Вот из стационара, из этого самого, из стационара, меня посылали в поликлинику. Хорошо, два таких дня есть на территории, как я вот тут с интервалами сидела и приволкли меня в этот самый кабинет УЗИ. Там очередь. Очередь там. Женщины уже с бутылками водительщиками, кого-то прижимают, у кого-то автобус уходит, все. Меня нет. На цветах пропустить. Как-то тяжелую больную. Вот. Я в порядке очереди. Сижу, хорошо был пакет у сопровождающего, который я сидела и искала. Сбиваю, конечно говоря. Так почему? Раньше было так. Опять говорили плохо. Плохо больному. Что-то, какое-то в диагнозе сомнения приглашают. На это самое. На великую боль самолет садился. На груду самолет садился. Прилистали это самое с областной бредителей, подешали их вопрос. Все. Или направлять в областную больницу спокойно попадешь. Сейчас вот есть. Мне сейчас надо выписать на коленники неордозы. Мне в этом Татьяне Михайловне сказала, изменилось сейчас. Я не знаю, в таком вы относитесь или нет. это самое. Мне надо раньше лечить травматологи это заболевание. Сейчас это заболевание лечит терапевтий. Лечить меня Татьяна Михайловна может, а записать на коленники она мне не может. Надо к травматологу ехать в Киров, а я в автобусе не могу садиться. Мне надо так, я сюда приехала на такси. ехать туда чтобы получить консультацию травматолога надо съездить в Киров. Это от какого ума к тебе кто-то говорит виду могу. Кого я? 10 дней в национале. Ладно, столу пролечили в национале 10 дней маленькая пашамания и ладно. ведь поступают люди, молодые поступают. Вот 20 лет вали внезапно у него не знаю для чего принялось травяное давление 10 дней то же самое 10 дней пролежал его вытолкнули простите меня потому что слышу указание указание слышали от реформатора что 10 дней и все. Можешь спросить от кого конкретно было? Кто сказал что это указание от реформатора? А вы посмотрите историю болезни 10 дней все 10 дней все 10 дней кто конкретно сказал что указание от реформатора Смотрите вы, вот все, сколько я знаю, полюбиться, говорили, родственников навещал, и сама один раз лежала в 10 дней. О чем вы говорите? Так, сейчас, вот в это, еще. Извините, но мы все сидим, вас слушать будем, какими бы вы болезнями болеете. Не надо, один раз можно послушать, я не у вас пришла. Вы встретитесь с вами, и, пожалуйста, мы вас желаем услышать. Я первый раз, я не знала, что приедет Матвей. Вот пришла к другому человеку, а почему я не должна, кто мне, почему я не должна сказать? Давайте я как бы начну отвечать, а то я забуду некоторые вопросы, которые вы поняли. Можно я отвечать, тоже начну, нет? Так, и еще поскоро, вот сейчас вы говорите, персонал, вот сейчас, вот сам конец года будет, все у вас будут отчеты, готовые отчеты. Есть статисты, пусть они работают. Врач должен лечить, врач не должен считать деньги, он должен получать достойную зарплату, у него условия, которые должны быть там у человека. Вот в первую очередь должно, это надо спрашивать-то. И третье, сейчас вот у вас, вот это самое, распоряжается главный врач, кому дать 100 премий, кому там 10, а почему, это самое, почему врач, ведь он не объективен может быть главный врач. Вот были сказки, стаж, образование, категория и все. А сейчас ведь коллектив, то вы посмотрите, раньше коллектив спаленный был, все, а сейчас только считай деньги. Кого-то обидели, кому-то подгружусь, считают, что незаслуженно, я дружусь, все. И третье, исчезла должность больницы нянечки, нянечки, естественно, должны быть в больнице. Опять-таки, это ваше рекомендирование. Это будет информация. Можно отвечать? Вот. Еще. Не надо, не надо, послушайте, ничего. Попозже уедите. А вот эти раз проверили, когда получали ментарь в больнице. Вот я тогда вручек поступила в хирургию, мне принесли, положили полтора матраса. Видя мою комплекцию, и там всегда, я лежала на полу. Это было. Вот. Спрашиваю, ну найдите, может быть, что-то есть. Щит. Щит. Вот санитарочка почему-то сидит все время около секры. Все сразу за сюда мотаются, на коктейл так сидит. Подхожу, говорю, мне гущий, она говорит, нет щитов. Тут мне больна, я освобождаю. Послушайте, не заставь меня. Не волнуйтесь. Больше вы не услышите такого, не все-то вам тогда скажут. Вот. На полутора матраса, я на четверенька, такой постоянный. На второй день мне принесли спадах, внизу там все перетянули, чтобы я не проваливалась. Старайся никогда, да, этого дела. А идите-то и берите в этой больной щит. Я говорю, я не могу, я упаду. Вот. Она принесла щит, каплю, дропнула. И все. И опять села на эту сердце, говорю, почему исчезло? Умывание, подмывание, уход какой-то. Ведь не все могут приехать, не все здесь живут, которые лежат здесь, из района. А если в область отправить. Вот. И третье, у меня просьба от онкологов. У меня лично была женушка с анкологическим заболеванием. И сестра, и сейчас у меня вот тоже 20 венец. Так, пусть будут немножко гуманны. Блог говорить больному. Знаешь, у вас рак. У вас нет рак. У вас его плоти нет. Так, пусть в первую очередь скажут по вещи, пообщаются с собственниками. Или правда очень больной, или не надо его. Вот онкологи все-таки пусть будут немножко, это самое, убиваете, не людей еще в первую очередь. Вот так вот. Так что, у меня за такое выступление, это наболело. Вы все травмите, это как у нас раньше учили, как вы раньше работали в медицине. И в гости даже не присниться. А желаю вам, в какой-то районе где-то что-то было, вы бы приехали, прибыли в инкомнат, полежали где-нибудь, полечились. Извините, дайте я отвечу, я начну с того, что я примерно с половины ваших слов, абсолютно с половиной слов согласен. Отношение должно быть гуманным, врачи обязаны соблюдать этику, диантологию, матрасов точно там дырявый, грязный быть не должно, и простым тоже. Это мы вот обсуждали целый час с нашими медицинскими работниками. А, еще минуту. Я вас не перепевал. Нет, нет, извините, я забыла, я забыла. Вот бесплатные услуги, есть ведь бесплатные услуги, так вот они, чтобы крупным шифром были напечатаны, вот поликлиники, где-то, а то вот так напечатано, что там Бог поймет, где что. И вот, вот, трудно, чтобы пришла с ним по римочкам, чтобы прочитала, что я имею бесплатное. Или пресс, что это там, в газете наше напечатали. Я бы не пришла не вставать, не вставлять, какие-то услуги. Если хотите, а можно, можно немножко плюнуть в ваш разговор, я все-таки так и не услышал, вы 10 дней лежали в кирпичной линии, вам операцию сделали или нет? Меня направили в ФИРО. А, ну, все, все, спасибо. Нет, делал. Знаете, я, как я еще раз говорю, я с половиной ваших рассказов абсолютно согласен, с этим мы работаем. Еще раз, прибыль, это обсуждает, только что целый час с коллективом позиций. Но я с некоторым категорически не согласен. Первое. Никаких показаний о том, чтобы держать 10 дней и все, нет, не было и никогда не будет. Каждый пациент должен быть госпитализирован ровно настолько, сколько нужно для того, чтобы вылечить это заболевание. Либо снять обострение. При этом я хочу сказать, что технологии на месте не стоят. И то, что раньше, может быть, требовало лечения 21 день, сейчас можно вылечить за 5-6-7 дней. В той же самой хирургии сейчас активно используют малоинвазивные технологии, мало травматические. А многие операции вообще делаются уже амбулаторно. И тут никакой каких-то лимитов по времени. Еще раз говорю, никаких лимитов по времени нет, не было и никогда не было. По вопросу кровати я с вами тоже абсолютно согласен, но я тоже вам хочу сказать, что эти кровати, которые висят до пола, куплены не в рамках реформ. Это то наследие, которое нам досталось с того периода, которого вы сейчас все хвалите. Они были куплены 30 лет назад. Они были куплены 30 лет назад, и они пришли в такое состояние не сейчас, а за 10 лет. Я вам просто говорю, что у нас нет возможности все то, что накопилось за 30 лет, исправить за 2 дня. Зато у вас есть компьютеры, которые ничего не делают. Мне лично, скажите, что мне лично дам компьютеризация. Ничего. А деньги такие-то срабельные. Вот Игорь Федорович говорит, что уже 100 кроватей купили. Мы купили кровать уже 100 кроватей. Я вас приглашаю вообще ко мне на прием, если есть возможность приезжать. Не приезжайте, я не езжу. Вопросы, пожалуйста. Нет, да? Продолжите. У нас произошло обновление в больнице, косметический ремонт. У меня вопрос в моей департаменте. А будет ли возможно в будущем у нас как бы не обновление, а пополнение врачебного персонала, высшего терапевта, специалиста? Я понимаю, конечно, нет возможности им где-то жить, где находиться. Может быть, какие-то медвестные квартиры. Сейчас я ответил. И можно сразу поговорить? И еще пожелание Игорю Федоровичу по поводу лифта нет у нас, пока средства не появятся. Можно ли как-то провести ротацию специалистов, терапевтов и, в частности, хирурга, в плане понише, чтобы пенсионный человек тяжело подниматься или с настрелями идет в хирургу? То есть, как бы это все маленькие пределы. Ну, я думаю, что по второму вопросу Игорь Федорович услышал. Мы сегодня несколько раз обсуждали вопросы именно правильной методологической организации медицинской помощи. Хирургу чаще всего ходят люди с травмами, и, конечно, хирург должен находиться на первом этаже. Кроме того, я считаю, что если нет возможности всех узких специалистов разместить на первом этаже, то организовать прием маломобильного пациента в смотровом кабинете на первом этаже всегда есть возможность. То есть, должен быть свободный кабинет. Не может пациент подняться. Значит, для этого пациента со второго, с третьего этажа врач спускается, осматривает, оказывает медицинскую помощь. Это не проблема. Это вопрос организации. Я думаю, что Игорь Федорович все учет. По первому вопросу, вот уже Игорь Федорович сказал, что вопрос привлечения специалистов достаточно сложный. Вот 4 специалиста приехали в вашу небольшую больницу в этом году. И это уже большая подвижка. Все они получили из областного бюджета подъемное в размере 250 тысяч рублей. Вот Игорь Федорович и Николай Юрьевич тут присутствуют. Мы четко скажем, что когда мы заканчивали институт, никаких подъемных отродясь не было. Квартир не давали, зарплаты по 3-4 месяца тоже не давали, но мы остались в профессии. Сейчас подъемное дается. Два доктора по программе «Земский доктор», те, которые в Дубровку и в Калом уехали, да, они получили еще по миллиону рублей. Вот глава района заверил, что строится дом со служебным жильем и 4 квартиры будут предусмотрены медицинским работникам. На встрече с медицинскими работниками мы обсуждали ситуацию, что там, где нет возможности сиюминутно предоставить квартиру, у больницы есть реальные механизмы оплаты съемного жилья для приглашенного специалиста, и это все методы закрепления кадров. Почему исчезла? Умывание, подмывание, уход какой-то, ведь не все могут приехать, и все здесь живут, которые лежат здесь, из района, а если полностью отправят. Вот и третье, у меня просьба, вот онколога, у меня лично была женушка, онкологическое заболевание, и сестра, и сейчас у меня вот тоже 20 венец, так пусть будут немножко гуманны, плох говорить больному, значит, у вас рак, у вас нет рак, у вас дела плохие. Так пусть в первую очередь, скажут, обещают со собственниками, или правда очень больной, или не надо его, вот онкологи все-таки, пусть будут немножко, это самое, убиваются, не люди, а еще, да, вот так вот. Так что, у меня же такое выступление, это наболело, вы их отравниваете, это как нас раньше учили, как мы раньше работали, в медицине, и в гости даже не приснится, а желаю вам, в какой-то районе, где-то что-то было, вы бы приехали, и вы в минкомне-то полежали где-нибудь, полечились. Извините, давайте я отвечу, я начну с того, что я примерно с половиной ваших слов, абсолютно с половиной слов согласен. Отношение должно быть гуманным, врачи обязаны соблюдать этику, диантологию, матрасов точно там дырявый, грязный быть не должно, и простым тоже. Это мы вот обсуждали целый час с нашими медицинскими работниками. А, еще милую шум, вот, извините, я забыла, я забыла, вот, бесплатные услуги, есть ведь бесплатные услуги, так вот они, чтобы крупным шифром были напечатаны, вот, поликлиники где-то, а то вот так напечатано, что там Бог поймет, где что. И вот, вот, трудно пишут, что пришла снимать лимочка, чтобы прочитала, что я имею бесплатное, или пресс, что это там, в газете нашим напечатано. Я бы не пришла не с того, чтобы отъявлять какие-то услуги. Если я, можно, можно немножко плюнуть в ваш разговор, я все-таки так и не услышал, вы 10 дней лежали в кирпичной линии, вам операцию сделали или нет? Меня направили в ФИРО. А, ну, все, 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 спасибо. Знаете, я, как, я еще раз говорю, я с половиной ваших рассказов абсолютно согласен, с этим мы работаем, еще раз говорю, это обсуждаем, только что целый час с коллективом позиций. Но я с некоторым категорически не согласен. Первое. Никаких указаний о том, чтобы держать 10 дней, и все, нет, не было и никогда не будет. Каждый пациент должен быть госпитализирован ровно настолько, сколько нужно для того, чтобы вылечить это заболевание. Либо снять обострение. При этом я хочу сказать, что технологии на месте не стоят. И то, что раньше, может быть, требовало лечения 21 день, сейчас можно вылечить за 5-6-7 дней. В той же самой хирургии сейчас активно используют малоинвазивные технологии, мало травматические. А многие операции вообще делаются уже амбулаторно. И тут никакой каких-то лимитов по времени, еще раз говорю, никаких лимитов по времени нет, не было и никогда не было. По вопросу кровати я с вами тоже абсолютно согласен, но я тоже вам хочу сказать, что эти кровати, которые висят до пола, куплены не в рамках реформ. Это то наследие, которое нам досталось с того периода, которого вы сейчас все хвалите. Они были куплены 30 лет назад. Они были куплены 30 лет назад, и они пришли в такое состояние не сейчас, а за 10 лет. Я вам просто говорю, что у нас нет возможности все то, что накопилось за 30 лет, исправиться за 2 дня. Зато у вас есть компьютеры, которые ничего не делают. Мне лично скажите, что мне лично на компьютеризация? Ничего. А деньги такие-то сраблили. Вот Игорь Федорович говорит, что уже 100 кроватей купили. Мы купили кровати уже 100 кроватей. Мы получаем стакции, слава богу, у кого-то лень, и стал я нашиваться. Кто-то в дом купил, кого-то, кого-то, и собираться. Я вас приглашаю вообще ко мне на прием, если есть возможность, приезжайте. Вы сами приезжайте, я не езжу. Проходите, пожалуйста. Нет, да, в принципе, красиво. Разрешите. Вот у нас, вроде что, обновление в больнице, косметический ремонт. У меня вопрос в моей департаменте. А будет ли возможно в будущем у нас как бы не обновление, а пополнение врачебного персонала, высшего терапевта, специалиста? Я понимаю, конечно, нет возможности где-то жить, где находиться, может быть, какие-то медвестные квартиры. Сейчас я ответил. Можно сразу поговорить? И еще пожелания Игорю Федоровичу по поводу вот лифта вот нет у нас, пока, значит, средства не появятся. Можно ли как-то провести ротацию специалистов, терапевтов и, в частности, хирурга, в плане понише, чтобы лекционный человек тяжело подниматься или с настрелями до хирурга? Ну, я думаю, что по второму вопросу Игорь Федорович услышал. Мы сегодня несколько раз обсуждали вопросы именно правильной методологической организации медицинской помощи. Хирургу чаще всего ходят люди с травмами. Конечно, хирург должен находиться на первом этаже. Кроме того, я считаю, что если нет возможности всех узких специалистов разместить на первом этаже, то организовать прием маломобильного пациента в смотровом кабинете на первом этаже всегда есть возможность. То есть должен быть свободный кабинет, не может пациент подняться, значит, для этого пациента со второго, с третьего этажа врач спускается, осматривает, оказывает медицинскую помощь. Это не проблема, это вопрос организации. Я думаю, что Игорь Федорович все учтет. По первому вопросу, вот уже Игорь Федорович сказал, что вопрос привлечения специалистов достаточно сложный. Вот четыре специалиста приехали в вашу небольшую больницу в этом году. И это уже большая подвижка. Все они получили из областного бюджета подъемное в размере 250 тысяч рублей. Вот Игорь Федорович и Николай Юрьевич тут присутствуют. Мы четко скажем, что когда мы заканчивали институт, никаких подъемных отродясь не было. Квартир не давали, зарплаты по 3-4 месяца тоже не давали, но мы остались в профессии. Сейчас подъемное дается. Два доктора по программе «Земский доктор», те, которые в Дубровку и в Калом уехали, да, они получили еще по миллиону рублей. Вот глава района заверил, что строится дом со служебным жильем, и четыре квартиры будут предусмотрены медицинским работникам. На встрече с медицинскими работниками мы обсуждали ситуацию, что там, где нет возможности сиюминутно предоставить квартиру, у больницы есть реальные механизмы оплаты съемного жилья для приглашенного специалиста. И это все методы закрепления кадров. И это все методы закрепления.